Здравствуйте! Начинаем 12-ю лекцию по теме «История церкви». В нашей последней лекции мы узнали о Мартине Лютере и немецкой реформации. Давайте закончим последнюю часть немецкой реформации и будем двигаться дальше. Пункт 5. Развитие протестантизма. 25 июня 1530 года было написано «Аугсбургское исповедание». Документ был выработан Филиппом Меланхтоном. Его представили Карлу Пятому на созванном им консилиуме. Целью консилиума было выявление общих точек соприкосновения между католицизмом и протестантизмом и достижение религиозного единства. Существовало много протестантских деноминаций. Каждая конфессия представила подробное описание «Аугсбургское исповедание» и особенности своего верования. Таким образом, в некоторых аспектах были обнаружены различия конфессий. По этой причине «Аугсбургское исповедание», составленное Меланхтоном, стало неким компромиссом. Протестанты руководствовались им на Совете. Тем не менее, документ был отвергнут католиками. После этого католическая церковь попыталась сделать протестантские церкви незаконными. В Нюрнберге в 1532 году католики и протестанты подписали мирный договор. Благодаря этому консилиуму протестанты получили свободу вероисповедания. Это не означало, что каждый человек стал свободен в выборе вероисповедания. Суть заключалась в том, что если землевладелец был католиком, то людям, подконтрольным ему, необходимо было исповедовать католицизм. То же самое относилось и к протестантам. Это можно охарактеризовать одной фразой. Религия народа – это религия помещика. Впоследствии протестантизм стал всё больше набирать силу. В 1539 году к нему присоединились Дания, Швеция и Норвегия. Ульрих Цвингли Цвингли родился в Вильтхаусе 1 января 1484 года. Когда ему было пятнадцать лет, он стал учеником Вольфлина. А два года спустя отправился учиться в Вену. В 1506 году Цвингли стал священником в Гларусе. В 1516 году он занял должность капеллана в Вейнзидельне. А в 1519 году начал проповедовать Евангелие Цюрихе. В 1529 году между Католическим союзом и Христианским гражданским альянсом вспыхнула война. Ульрих поддержал ее. В октябре 1531 года на Капельской равнине произошло сражение, на котором гражданский альянс был разбит Католическим союзом. А сам Цвингли погиб. Реформаторская деятельность Цвингли В основном Ульрих выступал в Цюрихе. Цюрих был небольшим городом, в котором проживало 7000 человек. В 1519 году он стал там священником. Цвингли выпустил 67 тезисов. Они были похожи на 95 тезисов Лютера. Получив одобрение городского совета, Ульрих устроил диспут и защитил свои тезисы. В то время Цюрих был демократическим государством, что, несомненно, способствовало принятию 67 тезисов. Если мы детально рассмотрим эти тезисы, то увидим, что Цвингли говорил о принципиальном реформировании богослужения. Он сказал, суверенитет церковного правления принадлежит церкви. Ульрих устраивал синоды, на которых присутствовало два представителя пастора от каждой церкви, а также восемь представителей от правительства. Давайте рассмотрим богословие Цвингли. Как и Лютер, он утверждал, что люди могут получить спасение лишь по вере. Ульрих также признавал авторитет Библии. Кроме того, он поддерживал идею всеобщего священства. свингли свингли верил в символизм и мемориализм причастия. Рассматривая отношения между церковью и государством, он отвергал идею светской власти и поддерживал демократическую конституцию. Реформаторская деятельность свингли распространилась по всей Швейцарии. Реформация в разных регионах Швейцарии. Реформация в Бёрне. Реформа произошла 26 января 1528 года. Лидерами движения были Бергтольд Халлер и Себастьян Майер. Реформация в Базеле. Реформа началась с февраля 1525 года. Ключевой фигурой реформы стал Иоганн Эколампадий. Годы его жизни с 1482 по 1531. Он был пастором и профессором в университете. Иоганн являлся выходцем из той же церкви, что и цвингли. Противостояние между протестантизмом и католицизмом. Столкновения произошли из-за того, что пять государств лесопромышленного региона отвергли реформацию и заключили союз друг с другом. Город Швиц обвинил пастора в ереси и сжег его на костре. из-за из-за подобного антагонизма протестанты и католики решили подписать соглашение. 1-й капельский мир. 1-й капельский мир. должны заплатить войскам. Вероисповедание каждого государства будет выбрано путём голосований. Вы не будете больше враждовать по религиозным убеждениям. Второй Капельский мир. В 1531 году пять государств лесопромышленного региона нарушили условия мирного соглашения. Восемь тысяч солдат атаковали Цюрих. Протестантские города выступили против них. Но потерпели поражение. Цвингли умер в этом сражении. По этой причине был подписан второй Капельский мир. В соглашении было утверждено следующее. Государства с протестантскими городами заплатят за военную кампанию. В пяти государствах лесопромышленного региона вводится вероисповедание римского католицизма. Встреча с Вингли и Лютера. Шло время после подписания первого Капельского мира. Назревала Вторая Капельская война. 1 октября 1529 года в Марбурге встретились Цвингли и Лютер. Лютер хотел одобрения правительством принца Саксонского. Цвингли желал, чтобы король Франции и реформаторы Германии и Швейцарии работали вместе. Этим он планировал получить официальное признание протестантизма Карлом Пятым. Но главное различие между ними состояло в отношении к причастию. Цвингли выступал за символизм. В то время как Лютер был за присуществление. Если мы посмотрим на их символ веры, то увидим, что 14 из 15 пунктов абсолютно идентичны. У этих реформаторов было лишь разное представление о причастии. Пятый раздел Реформистская деятельность Жанна Кальвина Жизнь Кальвина Он родился 10 июля 1509 года в Нуайоне на северо-востоке Парижа. Его отец Жерар Кальвин был адвокатом. Его мать была благочестивой женщиной Веры. В августе 1523 года Кальвина приняли в Парижский университет. Там он изучал латынь, философию и гуманитарные науки. Перед окончанием университета Кальвин стал изучать закон. В октябре 1533 года Жан пишет речь о христианской философии. Эта речь была написана для ректора университета Николя Копа. В этом выступлении Николя подчеркнул реформизм. После этого у него начались проблемы. Против Кальвина как автора речи также было начато преследование. Вследствие этого Коп бежал в Базель, Швейцарию. А Кальвин в поместье Луи-Дю-Тиллет в Ангулеме. В 1535 году в Базеле Кальвин опубликовал наставление в христианской вере. Направляясь через Женеву в Страсбург, Кальвин встретил Гелиома Фореля. Тот дал Жану несколько советов и убедил остаться в Женеве. Кальвин остался в Женеве и продолжил свою реформаторскую деятельность. В августе 1540 года он женился на вдове. 27 мая 1564 года Кальвин умер в возрасте 55 лет. Его тело сильно ослабло из-за большого объема работ и проведения напряженных реформ. в течение многих лет он ел лишь один раз в день. Жан проповедовал каждый день и проводил лекции по теологии три раза в неделю. Также реформатор писал книги. Он часто встречался со своими коллегами по вере, живущими в других странах. Реформаторская деятельность Кальвина в Женеве. До реформы правительство Женевы было автономным, как и многие другие города Швейцарии. Женева стала подконтрольно трём консилиумам. Это была консистория. Совет двухсот и генеральная ассамблея. В Женеве началась реформа. В 1521 году до прибытия Кальвина в Женеву были доставлены работы Лютера. Дух реформации заполнил город и захватил умы простых людей. Реформистское движение Фореля преуспело в соседнем городе Бёрне. Это простимулировало Женеву, в которой началось оживлённое продвижение реформы. Во-первых, Совет двухсот запретил Мессу. Он усовершенствовал обычаи и усилил соблюдение закона. Давайте подробнее рассмотрим Женевскую реформу Фореля и Кальвина. Когда Жан инициировал реформацию, население выступило против и изгнало вместе с Форелем. Находясь три года в изгнании, они писали библейские комментарии. А в 1541 году, после того, как стало набирать силу новое течение, Кальвина и Фореля попросили вернуться обратно, где они прожили 23 года и сосредоточились на реформации. Деятельность Кальвина Кальвин мечтал создать теократию, объединившую правительство и церковь. Пункт А. Он установил церковный закон, в котором говорилось, что государство не должно вмешиваться в церковное правление. Он классифицировал церковных служителей на три группы пасторы, пресвитеры и дьяконы. Кроме того, все граждане стали членами церкви, исповедующими веру. Пункт Б. Кальвин организовал консисторию. Консистория состояла из пяти пасторов и двенадцати пресвитеров. Они следили за тем, чтобы люди соблюдали обычаи и имели подобающую нравственность. Консистория собиралась раз в неделю. Кальвин был членом пастората, но ему предоставили особое положение для толкования Библии. Церковь получила право изгонять тех, кто вел себя в ней неподобающе. С 1542 по 1546 годы было казнено 58 человек и 76 человек изгнано. Пункт В. Для того, чтобы поднять экономику, Жан продвигал производство шелка. Пункт Г. Кальвин создал университет для обучения населения. Труды Кальвина Он написал наставления в христианской вере, комментарии к Ветхому и Новому Заветам и Катехизис. Жан оставил после себя множество проповедей и писем. Он также написал комментарий на труд Синеки. Давайте немного пройдем по его книге «Наставление в христианской вере». Эти труды вышли в четырех томах и восьмидесяти главах в соответствии с апостольским символом веры. Первый том посвящен учению о Боге. В нем написано о познании Бога-создателя и людях. во втором томе Кальвин написал об учении о человечестве, грехе и христологии. Третий том повествует о пневматологии и эсхатологии. В нем представлена работа Святого Духа, дающая спасение во Христе. Четвертый том посвящен экклезиологии и теории государства. В нем даны ответы на то, какова мера благодати и на чем должно строиться государство и правительство. Богословские идеи Кальвина Жан утверждал, что абсолютный суверенитет Господа и его провидение есть основа теологии. Он отстаивал духовное присутствие при причастии. Реформатор выдвинул пять пунктов кальвинизма. Первый полная испорченность. Второй безусловное избрание. Третий ограниченное искупление. Четвертый все преодолевающая благодать. Пятый неотступность святых. Взгляды Кальвина на Библию. Он оставил авторитет Библии превыше авторитета церкви. Жан верил в словесное вдохновение и единство Ветхого и Нового Заветов. Реформатор не признавал псевдоэпиграфы и апокрифы. Другими словами, он не рассматривал в качестве откровения ничего, кроме 66 книг Библии. Кроме того, Кальвин утверждал, что Писание находится под защитой Святого Духа. Взгляды Кальвина на церковь. Жан разделял церковь на видимую и невидимую. Видимая церковь – это церковь, которая видна физическими глазами, с внешней организацией и правлением. Ее частью могут быть и лицемеры. Невидимая церковь – это нечто, открытое лишь Богу и неизвестное нам. Это истинная церковь, в которую входят только последователи Христа. Идеологическое влияние Кальвина на Европу. Пункт А. Влияние Кальвина на Англию. В Англии пуритане упразднили все католические ритуалы и суеверные начатки. Идеи Кальвина повлияли на веру пуританцев. В результате появились знаменитые деятели, такие, как Хупер, Хамфри, Милтон и Буньян. Пункт Б. Влияние Кальвина на Шотландию. Патрик Гамильтон и Уишард начали реформистское движение в Шотландии. Джон Нокс был ключевым шотландским реформатором. Он основал Пресвятерианскую церковь. Пункт В. Влияние Кальвина на Францию. Во Франции были активны гугеноты. Они являлись французскими кальвинистами. В день Святого Варфоломея в 1572 году группа лидеров гугенотов была убита, что вызвало массовые убийства по всему Парижу. В 1598 году Генрих IV издал Нанский Эдикт, в котором гугенотам была предоставлена свобода. Причина развития богословских идей Кальвина Он осуществил богословское единство. При утверждении теологии Лютер сказал «Верою мы спасены». Но ему не хватило богословского единства. У Кальвина же оно присутствовало от начала до конца. Богословие Кальвина ясно показано в церковном правлении. Оно было удобно в применении для всех народов мира. Его идеи сосредоточились на обучении людей христианской жизни, что дало большой и реальный эффект. Его идеи были приняты анабаптистами, лютеранами и гуманистами. Кальвин также оставил замечательного преемника. Его дело продолжил Теодор Беза. Противники Кальвина Первое Спиритуалисты Они верили в либеральные идеи и являлись пантеистическими мистиками. Второе Политические либералы Третье Себастьян Кастеллио Годы жизни с 1515 по 1563 Кастеллио Кастеллио отрицал авторитет Библии и критиковал каноничность некоторых частей Писания. Вследствие этого он лишился своего положения и был изгнан в Базель. Четвёртое Жером Гермес Бальцек Бальцек отрицал идею Кальвина о предопределении. Пятое Мигель Сервет Сервет был радикальным и либеральным мыслителем из Испании. Он утверждал, что учение о Троице неверно. Его хотели убить из-за книги, которую он написал, но Мигель сбежал в Женеву. Там он был схвачен и приговорён к тюремному заключению. Совет Женевы посоветовал ему пересмотреть свои принципы, но он отказался. В конце концов его осудили в ересе и сожгли на костре. Некоторые обвиняли в смерти Сервета Кальвина. Однако взяли бы его католики, он, вероятно, получил бы тот же самый приговор. Раздел шестой Богословие реформаторов Первое. Теология Лютера была теологией, ориентированной на Христа. Его фундаментальная доктрина это спасение по вере. Касательно причастия он верил в присуществление. Лютер полагал, что церковь должна подчиняться государству. Второе. Цвингли основывался на теологии, сосредоточенной на Божьей воле. Его фундаментальная доктрина спасение по вере. Касаясь причастия, он верил в символизм. Он выступал за демократическую конституцию государства и отвергал идею светской власти. Третье. Теология Кальвина была основана на теологии абсолютного Божьего суверенитета. Он верил в духовное присутствие в причастии. Касаясь отношений между государством и церковью, Кальвин придерживался мнения, что государство и церковь должны быть разделены. пункт седьмой анабаптисты первое происхождение анабаптистов анабаптисты существовали в Германии, Нидерландах и Италии еще до реформации. Они объединились в небольшие группы людей с реформистским вероучением. Их целью было восстановить раннее состояние церкви. Слово анабаптист происходит из того факта, что они признавали крещение лишь взрослых и отвергали крещение младенцев. Они не одобряли структуру, ритуалы и таинства средневековой церкви. Анабаптисты считали, что поклонение должно проводиться на национальном языке народа и посвящали себя молитве. Второе организационная структура анабаптистов. Совет, созванный в Аугсбурге в 1527 году основал анабаптистскую церковь. В церковном правлении были пасторы, пресвитеры и дьяконы. Ключевые фигуры Бальтазар Губмайер и Ганс Денг. Третье Вера анабаптистов. Они подражали вере ранней церкви. У них были обряды веры. Исповедуя веру, они считали, что крещение имеет важное значение. По этой причине они отвергали крещение младенцев. Анабаптисты практиковали непротивление. они выступали против государственного контроля, уплаты налогов, отвергали идею предопределения и заявляли, что спасение достигается лишь своими силами. анабаптисты анабаптисты утверждали, что люди должны соблюдать нагорную проповедь Христа слово в слово. Они придерживались обычного поклонения. Четвертое. Результаты. Их идеи столкнулись с некоторыми трудностями. В связи с противодействием между католиками, лютеранами и кальвинистами анабаптисты подвергались сильным преследованиям. Форма сегодняшней баптистской деноминации берет начало от анабаптистов. кальвинистами. Абаптисты